Что ты думаешь насчет нашей культуры? Русская цивилизация, русская культура была, есть и будут. Ты носитель своего внутреннего содержания, которое цельное, и ты носитель культуры. Но никому ничего навязывать не надо. Голод личности, ну, это факт. Мы занимаемся своей культурой, мы занимаемся своей страной. Не надо искать причины для того, чтобы не сделать. Ищите поводы, чтобы сделать это еще лучше. Суть заключается в том, что уйти от этого голода, наверное, только можно чем? Сегодняшним нашим откровенным разговором, который кому-то он будет полезен. С точки зрения того, что об этом не говорят в телевизоре. Понимаешь, мы должны русскую культуру двигать. В этом, мне кажется, главная наша сейчас задача. Президент прав в своей позиции. Жизнеспособность русской культуры, ее не уничтожить, она есть, будет, пока будет жить государство. Это сложно, это болезненно. Но история всех рассудит. Редактор субтитров А.Семкин Слушай, поговорим о культуре. Но я хочу узнать вначале все-таки твое мнение. Что ты думаешь насчет нашей культуры? Нашей культуры в условиях проводимого СФО, нашей культуры в условиях тотальных санкций и всего остального? Об этом можно говорить бесконечно много и долго. Я скажу только одно. Когда мы говорим про то, что мы должны действовать, как мы должны действовать, как нам быть. Мы должны все принимать, то, что нам близко, отвергать то, что нам чуждо. А то, что не дотягивает до наших каких-то шаблонов, мы должны на основе своих взглядов и ценностей перерабатывать. Российская цивилизация, она есть. Кто бы что ни говорил, как бы не пытались отменить русскую культуру. В общем, это не очень умные люди, которые пытаются каким-то образом русскую культуру отвергать или запрещать. Или отменять. Или отменять. Это не очень умные люди. Даже глупые. Любую культуру невозможно отменить. Культура априори, она позитивна. Конечно, есть деструктивный элемент в первобытной культуре. Даже Лени Рифеншталь, которая считалась неким певцом той культуры того периода Германии, конечно, до сих пор остается некий флер этого на ней. Но все признают, что она вынесла вклад в культуру. Это тоже нужно понимать. Русская цивилизация, русская культура была, есть и будут. Во-первых, опять же, такая ремарка, что русская культура, она всегда была частью европейской культуры. Ну, опять же, это к вопросу о том, что нынешние наши партнеры из недружественных стран пытаются каким-то образом сказать, что нет. Гоголь, Пушкин, художники, писатели, поэты были в Европе, восхищались произведениями античными, средневековыми, общались, писали на эту тему. Так же, как, собственно, и потом приезжали европейские и американские к нам деятели культуры и восхищались тем, что происходит у нас. Поэтому все, что касается свобод и прочее, это все наше. Другое дело, что на нашей с вами богоспасаемой земле мы должны понимать, что какие-то этические нормы и правила, которые есть, наверное, сейчас в Европе, они, наверное, никогда не приживутся. Вот это нужно понимать. Это то, о чем говорил президент в отношении сексуального воспитания, меньшинств, традиций? Я хочу сказать так, понимаешь, не хочется очень сильно разворачивать эту тему, просто есть какие-то определенные вещи, которые мне непонятны. Ты имеешь в виду разрушение института семьи и традиционных ценностей, которые идут в Европе? Президент правильно сказал, что они есть среди нас, меньшинство, но они есть, но никому ничего навязывать не надо. Так же, как не надо навязывать вегетарианство и мясоедство. Отлично. Ну, никому ничего не нужно, никому ничего навязывать. Ты хочешь есть свеклу и брокколи, ешь, но не надо мне рассказывать, что если я ем теленка или поросенка, то я делаю это неправильно. И я не буду говорить тебе про то, что в овощах не содержится животного белка. Это твоя жизнь, это твои правила, это вот эта вот модная история вся, да, это моя жизнь, мои правила. Да, это твоя жизнь, это твои правила, но твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это первое. Второе. Помимо того, что у тебя есть права, у тебя еще есть и обязанности. И третье. Помимо того, что есть законы, есть еще здравая логика, есть ценности, есть традиции и правила, которые записаны на бумаге, а есть, которые не записаны. Ну, то есть вообще-то нигде не записано то, что когда мы встречаемся, мы здороваемся или жмем друг другу руку. Но обычный, адекватный, здоровый человек это делает. Мы с тобой сделали. Да. Если он этого не сделал, то, как говорится, есть вопросик, почему. Ну, то есть ты тем самым что-то пытаешься человеку показать. Поэтому вот эти вещи тоже нужно учитывать. Это тоже часть нашей культуры и вообще любой культуры. Культура – это не только живопись, не только музыка, не только кино. Но вот это вот все – это тоже есть культура. Поэтому это все нужно учитывать. Это есть все культура. И вот в этом плане то, о чем ты говоришь, поэтому я говорю, мы должны принимать все, но при этом мы должны либо что-то, мы поняли, что это наше, отвергнуть, либо доработать. Я не понимаю, что значит бороться с иностранными словами. Но как в вашем понимании это можно сейчас в современном мире сделать? Про это хорошо сказал Владимир Вольфович Жириновский. Ну, тогда президент должен быть верховным правителем России. Многие слова «абажур», «парашют» и прочее – это все заимствованные слова из разных языков. Ну, что значит бороться с этим? Ну, да как? К старославянскому вернемся? К какому? Или придумаем новый термин? Вот это тоже большой вопрос. Слушай, а мы же находимся в режиме диалога, ну, при этом мне очень важен твой монолог. Твое первое слово, оно прозвучало даже… Шаврора Медиа тоже как-то не совсем правильно тогда. Ну, тогда да, 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 да. Ты сказал о цивилизации, то есть культура, цивилизация. Плюс у тебя прозвучало там в отношении патриотов, русский мир, да, терминология сейчас такая, она появилась. При всей нашей цивилизации, цивилизованности, при всей нашей культурности и при всем том, что называется русским миром, несмотря на то, что мы сейчас ведем СВО, что является большой, уже пришедшей в наши жизни культурным и не только культурным событием, которое простыми буквами звучит – война. Так вот, несмотря на то, что мы введем эту войну за свои ценности, за свои какие-то исторические экспансии, которые там продиктованы объективными, субъективными основами, не суть. Но на самом-то деле мы не агрессивны, наша культура, она не агрессивна. Мы не высаживаем людей из автомобиля, например, финны приехали в Российскую Федерацию, и не забираем у них телефоны. Попытки таких действий со стороны европейских были. Слушай, я с тобой согласен, но вот в данном случае, в такой момент возникает абсолютно такой вопрос. Может быть, так же начать действовать? Может быть, тогда и вопросов не возникло? Ты знаешь… Ну, это вопрос риторический. Понятно, что мы так делать не будем никогда и не должны. Не должны. Я с тобой абсолютно согласен, что русская культура, она абсолютно миролюбива и позитивна. Ну, как я это вижу. Я не знаю, может быть, конечно, сейчас… Понимаешь, самое интересное, что мы с тобой находимся в такой двоякой ситуации сейчас. Мы с тобой вроде бы сидим, обсуждаем такие простые, казалось бы, и сложные, с другой стороны, вещи, но мы ведь в этом эфире не угодим никому. Для либералов мы сильно патриотичны, для патриотов мы сильно либеральны. Да. Ну, то есть такая история. А мы вообще-то, и культура, как мне кажется, она должна соединять. Мы на форуме говорили про мосты, президент говорил про мосты и про форточки. Культура – это то, что соединяет. У нас люди, к сожалению, этого понять не могут. Понимаете, культура не должна разъединять. А что такое мосты и форточки? Президент сказал, что мы ни перед кем не закрываем двери, ни окна, ни форточки. То есть все открыто, пожалуйста, приходите, смотрите, давайте общаться. Потому что культура – это мост. Когда встречаются две культуры, я не знаю, там, американская, китайская, русская, там, кодевуарская, японская, французская – это позволяет лучше нам понять друг друга. Через культуру в том числе. Это первое, наверное, вот культура и спорт. И то же самое патриоты и либералы. Они на мосту могут, на серединке встретиться. Да, ну, потому что это вот та граница, ну, то, где можно договориться, а потом уже понять, переходить на тот берег или не переходить. Ты классные вещи говоришь, мост, соединение, мы говорим об этом. Ребенок моего близкого человека, ну, так сложилось. Он поступил в ВУЗ в период до того, как началось СВО. Вот он учится за границей. И он звонит отцу и говорит, пап, а мне, судя по всему, сейчас нужно будет сдать телефон. Все мои личные вещи будут там подвергнуты обыску. Автомобили уже отбирают. И компьютер, ноутбук и все остальное я оставляю здесь, потому что ввозить его туда. Личные там фотографии, учеба, интеллектуалка – никого это не интересует. Поэтому мы говорим о мостах, ведя войну со злом. Те, которые говорят о том, что мы плохие, они берут на пунктах пропусков, выворачивают рюкзаки наших детей, понимаешь? Какая-то странная картина. Я это понимаю. Ты что хочешь от меня услышать? Ты хочешь от меня услышать, что они неправы? Они неправы. Я искренне это говорю. Они неправы. Я считаю, что то, что происходит, это неправильно с их стороны. Я больше могу сказать. Я считаю, что... И это, ну, я, насколько известно, мне и СМИ, эта дискуссия была. Я считаю, что идиотская позиция запрещать русским закрывать воздушное пространство, в том числе для туристов и прочее. Я считаю, это неправильно. Это неправильно. Потому что, ну, с одной стороны, с одной стороны, с стороны, люди, приезжая, могут сами все прекрасно увидеть, как туда, так и сюда. А с другой стороны, ну, 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 зачем это? Для чего? Население страны будет испытывать, испытывать дискомфорт от того, что они не увидят Колизей? Ну, да, кто-то будет испытывать искренне, потому что они хотят прикоснуться к мировой культуре и к мировому достоянию. Потому что мы прекрасно понимаем, что некоторые национальные памятники, они уже, ну, не просто национальные, они мировые. Как храм Христа Спасителя, я не знаю, Соловецкий монастырь, там, Колизей. Это мировое достояние. И Римская империя – это не Италия. Ну, естественно. Это то, что создало новую какую-то цивилизацию, да? И поэтому я считаю, это глупость. Ну, просто глупость. Так же, как люди, там, в силу разных причин могут ездить за медицинской помощью, да? Это все отчасти некий геноцид. И я это понимаю, для чего это делается. Это делается все в том числе для передела экономических сфер влияния. Если не поедет русский турист, то поедет явно какой-то другой турист. Ну, то есть, пойдет замещение все равно. А ты не думал, что эти все вещи создаются для простых каких-то шаблонов, которые преследуют вот эта мировая медиамашина, да, или там… Думал. Я больше скажу. Моей коллеге, директору одного из федеральных музеев, там, знакомые написали. Говорит, слушайте, а как вы там вообще живете? Ну, у вас же, наверное… Нам говорят, что у вас там есть нечего, полки пустые. Она говорит, она сфотографировала, показала, говорит, нет, все нормально. Ну, то есть, вот это вот стереотипы загоняются в головы для того, чтобы… Ну, пусть они сами себе… Слушай, вот ты понимаешь, я тебе могу сказать, мы слишком много этому уделяем внимания. Вот правда. Я считаю, что это вот порой как забыть гирострат. Ну, хорошо, все, закрыли, едем дальше. Мы занимаемся своими делами. Мы занимаемся своей культурой. Мы занимаемся своей страной. Не надо искать причины для того, чтобы не сделать. Ищите поводы, чтобы сделать это еще лучше. Ну, сути процессов же надо понимать. Давай, вот… А зачем они? Суть процесса… Ну, хорошо, вот смотри, мы про это… Мы с тобой сейчас разговариваем. Дим, вот смотри, два года про это говорили. Давай, давай. Русскую культуру пытаются запретить, нам закрывают. Слушайте, закрыли. Сказали раз, сказали два, сказали три. Они не хотят нам нас видеть. Это их проблема. Чем хорош Китай? Они вообще, как мне кажется, не парятся только о том, о чем о них думают. Они знают, что они серединная империя. Все. Почему мы постоянно должны оглядываться? Почему мы должны смотреть по сторонам? А что про нас думают американцы? Ну, это их проблема. Смотри, мы сейчас с тобой никому не должны угодить. У тебя внутри есть глубокое содержание, да, у тебя есть смыслы. И на самом деле ты занимаешься культурой, когда ты свои смыслы в разных интервью, в контактах с людьми или в том, что ты делаешь, например, в управляемой тобой территорией. Вот ты делаешь это, и ты несешь культуру. Ты сейчас споришь со мной, и ты несешь культуру. Или мы с тобой приходим к какому-то знаменателю, и, соответственно, ты тоже несешь культуру. Ты носитель своего внутреннего содержания, которое цельное, и ты носитель культуры. Многие, к сожалению, не смогли достичь там уровня дзена и понимать какие-то вещи. И поэтому существует медиа для того, чтобы человек услышал, понял что-то для себя, какие-то получил ответы на свои вопросы, и у него цельно сложилась Я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто про другое. Вот знаешь, как забыть геррастрата. Когда золотыми буквами на камне написан указ, приказываю забыть геррастрат. И все, кто ходят, видят, вспоминают о геррастрате, понимаешь? Имеет это обратный эффект. Отлично. Я за этим не гонюсь. Я хочу, чтобы мы с тобой сформулировали все, все, согласен. Мы сейчас с тобой должны сформулировать логику для человека, который, может быть, об этом не задумывался. И мы сейчас с тобой не мусолим историю там с СВО и всем остальным. Я прав сказал. Это шаблонное мышление, которое они используют всегда. Сейчас это против нас, собственно, делается. Простая история. Ты включаешь Apple TV, и ты видишь, что ты не можешь посмотреть прекрасные фильмы, которые, кстати, неплохие фильмы, которые выходят. И ты говоришь, а, потом ты едешь в Финляндию, да, у тебя забирают машину, например, да. Или ты собираешься полететь в Корею, ты говоришь про госпиталь, а тебе говорят, нет, ты туда не полетишь. И цель какая? Буквально два слова. Ты должен сказать себе, какая у нас страна. А следующим этапом ты должен сказать, какое у нас там, не знаю, правительство, если я не могу включить Apple, не могу съездить в Корею, или в Финляндии у меня забирают машину. Ты прав. Потоковая история шаблонная, она идет на это. Ты прав. И для кого-то там Apple TV важна, а кто-то там не может жить там без каких-то комиксов. Без сумочки Гуччи, я понимаю. Но в этом-то и есть сейчас революционность момента, когда мы говорим, ребята, мы русские, наш русский мир не на сумках Гуччи строится. Это история, ну, она хороша, когда она есть, но это не смысл наш. Я хотел сейчас, чтобы мы с тобой перешли, вот ты сказал про двери, про форточки, все отлично, чтобы мы с тобой ответили на два вопроса. А как надо агрессивно бороться за свою культуру, цивилизацию и русский мир? Или не агрессивно? Смотри. И здесь финальный вопрос, я тогда тебе комплексно задам. Агрессивно или пассивно номер один, и самый главный финальный вопрос. Или агрессивно, или пассивно. Но должны начинать появляться у нас в культуре те сущности, те люди, те личности, которые, когда появятся, мы с тобой вообще не будем обсуждать, а что происходит там, понимаешь? Потому что, грубо говоря, вышел новый альбом Виктора Цоя, и его хочется послушать. Или Владимир Высоцкий выпустил новый фильм, или Булат Акуджава написал новый стих. И мы находимся в ситуации не только там войны. Мы начали вытеснять западное, и это хорошо, но мы еще не создали наше. У нас нет Цоев, Акуджав и Высоцких. Первое. Коротко. Да, они не правы. Да, они действуют шаблонно. Да, они хотят, чтобы простое население дало им обратную реакцию. Вышло на улицу. Или начало мыслить... Иначе. Как ты или Мимолатова начало мыслить. Значит, второе. Мы должны на это отвечать, как мне кажется, последовательно, спокойно... И адекватно. И адекватно. Без лишних нервов. Ну, хорошо. Вы нас не пускаете. Но у нас это. Возможность сделать то-то, то-то и то-то. Как ты говоришь? Распадем Байкал. Там Шантарские острова. Да. Все что угодно. Отталкиваясь от того, что это наши возможности, конечно, мы должны продвигать свою культуру. Но не нужно этого делать агрессивно. Ну, что значит агрессивно? Значит, надо всем разослать дружественным странам, что они должны выучить Пушкин? Нет. Мы просто должны спокойно говорить о том, что, ребята, у нас есть Пушкин, у нас есть Лермонтов, у нас есть Астафьев, у нас есть Эрмитаж, у нас есть на имени Пушкина, Кремль, Хабаровский краевый музей, Приморский музей. Мы можем вам рассказать о нашей культуре. У нас много народа, о которых мы можем рассказывать. У нас есть рыбья кожа, у нас есть мед. Мы все это можем вам показать, мы можем чему-то вас научить. Другое дело, что мы должны, а мы, к сожалению, пока опять же этому не научились, работать последовательно. У нас, к сожалению, сегодня мы дружим с Петей, а завтра мы опять начинаем дружить с Игорем, и про Петю мы забываем. Вот это не должно этого быть. Дружественным странам направить требования изучить Пушкина, а не дружественным направить требования, чтобы они шли лесом, да? Такая история. Ну, вот смотри, они сами лесом идут. Ну да. Понимаешь? Они сами идут лесом. Я искренне не понимаю, кто меня знает, со мной не понимает, что я говорю честно. Я не понимаю, что плохого людям сделал Пушкин. Я не понимаю этого. Наоборот, сколько хорошего он сделал на Украине. И, ребят, вам не нравится, я всегда про это говорю, не нравятся памятники, которые вам были поставлены, ну окей, мы их заберем. Я вообще по этому поводу думаю, нужно было со всех вот этих вот стран собрать эти памятники и сделать отдельный огромный парк. Из Одессы, Кривых Ногов, например, да? На где-нибудь на территории, на территории, да и в Прибалтике такая же история, на территории границ. Просто забрать их себе. А там дальше история сама рассудит, кто был прав. Ну, мне правда непонятно. Мне вообще непонятно, что кости, которые лежат в земле, плохого сделали Прибалтам. Ну, мне непонятно. Вы что хотите сказать? Ну да, были где-то перегибы, да. Там сложные истории, я понимаю. И я вот сейчас там книгу читаю тоже. Сложные истории. Вот эта вот граница, грубо говоря, между Россией и Европой, это, конечно, не очень, я говорю с точки зрения истории и географии, но вот эта вот граница между Западной Европой и Россией, Восточной Европой, да, бывшие страны соцлагеря, это вообще сложная, больная тема. Потому что это как бы такой коридор, когда туда-обратно все ходят. Слушай, а ты думаешь, прям были перегибы? Ну, не знаю, вот в Америке, когда ее осваивали, вот там были перегибы. Нет, нет, нет. Дим, ну давай говорить откровенно. Вот эти вот все разделы Польши, да, все походы в сторону Немечины, потом в сторону Франции, потом оттуда в сторону Москвы, это все проходило через эти страны. Да, только в нашей стране не было бригад СС, которые жгли... Дим, я тебе говорю, я же не оправдываю никого, я просто говорю, что это сложные вопросы во взаимоотношении с странами. Все, слушай, ну классно. Ну, потому что я тебе могу сказать, что вот там почему Польша так топит за... Я считаю, что Польша, Англия, это вот главные сейчас бенефицары всей этой истории. Потому что там исторически очень много вопросов между странами. И знаешь, что происходит? Что не мосты пытаются настраивать, а разрушают их. Как только закончилась Вторая мировая война, там через какое-то время, Черчилль произносит свою знаменитую речь и все. Вернемся к выводам. Ты говоришь, спокойствие без эмоций. Ну, происходит такое в культурном коде, в цивилизационном, в русском мире. И я поддерживаю это. Второй, вторая ключевая фраза. Идите лесом. И пускай идут лесом. Или уже идут лесом. Тоже нормально. Тоже поддерживаю. Вот как квинтэссенция нашего обсуждения. И в том числе то, что говорил президент про форточки, двери и насаживание российской культуры. И возможность ее забыть, убрать с площадки. Или наоборот оставить. Второй мой вопрос. Лес хорошо, спокойствие хорошо, люди. Чувствуешь, что нет пока. Ты чувствуешь некий голод личности в нашей культуре? Он всегда был. Знаешь, когда гении появлялись? В самые сложные времена? Во-первых, в самые сложные времена. Во-вторых, когда, ну извини за это, скажу, когда голую жопу нельзя было показать голый. Когда это все было завуалировано. Понимаешь, когда художник должен думать, как это правильно показать. Понимаешь, потому что самое простое взять и показать все как есть. И в 90-е мы это увидели. Понимаешь? Многие великие режиссеры в 90-х, к сожалению, списались. Или их работы, их музыка уже не стала столь актуальной. Потому что она перестала быть на острие. Понимаешь, о чем я говорю? К сожалению, и я это говорил всегда, сейчас в нашем мире правят коучи. Но коуч чаще всего, ну может быть, это образованный человек, конечно. Чаще всего это человек, который не сделал свой бизнес или что-то выстроил. А вот учить он это может. Понимаете? Потому что учить, лечить и командовать у нас могут все. И поэтому голод был всегда. Голод в личностях, в людях, в творческих единицах есть всегда. Хотелось бы, чтобы... Но некая жажда есть. Ну, жажда есть. Есть хотя бы то, чтобы люди начали высказывать свое мнение. А понимаешь, вот в этот критичный момент... Слушай, у меня вот из того, что ты сказал, ты даже это не произнес, я это почувствовал. Я понял, почему российский рок на переломе эпох. Как звучал Цой, когда пел про огурцы. Или как звучал Бутусов, когда рассказывал, когда в его творчестве было скованное одной цепью. И сейчас этого нет. И сейчас русский рок, он совсем другой по глубине. А потому что... А кого ты сейчас можешь вообще... Давай вот пока у нас еще есть время. Кого ты сейчас можешь назвать из русского рока? Вот я тебе про это говорю, что... Я понимаю, что на переломе эпох рок был силен. И он где-то был вопреки времени. Он боролся с какими-то ментальными смыслами. За какие-то ментальные смыслы, которые в себе чувствовали те, кто тогда был на острие атаки. А потом... Ну, а я здесь делаю маленькую ремарку. Не всегда то, что считается культовым или со смыслом, такой смысл имел, когда человек пел песню. Или мы потом сами этими смыслами наделяем. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, я понимаю. Я еще, знаешь, что понял? То есть иногда рисунок – это просто рисунок. А мы потом начинаем его нагружать сами. А потом он превращается в черный квадрат Малевича, который оказывается глубин и согласен. И еще, знаешь, что, наверное, голод личности... Ну, это факт. Это факт. И суть заключается в том, что уйти от этого голода, наверное, только можно чем? Сегодняшним нашим откровенным разговором, который, может быть, многим не будет понятен. Но кому-то он будет полезен с точки зрения того, что об этом не говорят в телевизоре. Такое ощущение, что мы, знаешь, нас хорошо подсадили на какие-то продукты. Простые, понятные и удобные. Да, да, да. И они так просто заходили. То есть личность Человека-паука, она там понятна, юноша, да? Хотя она там о чем, но вот она понятна. Да нет, ну слушай, здесь очень... И вот этот Железный Человек... А сейчас смотри. Вот здесь очень все просто. Вот я, вот этот момент, когда начинают сравнивать, всегда хочется сказать. А что же мы в последний момент-то начинаем про богатырей снимать, по щучьему велению? Вот посмотри. Снял с языка, вообще класс. Вот посмотри сейчас в кино. Рекламу видел? Один за одним. Да. Алиса и прочее. Но, во-первых, хочется сказать, ребят, ну придумайте что-нибудь свое. Это первое. Второе. Чего вы спохватились после эксплуатации 30 лет Марвел? Хотя в Марвеле... Я понимаю, сейчас тоже мне накидает там тухлый хит. Как ты говоришь? Абсолютно просто и понятно. Вот простой парень, он герой. У него есть сплощ, мышцы и воля. Да, и он спасает. Почему вы раньше этого, дорогие мои режиссеры, не делали? Я хочу подхватить твою мысль, как я ее почувствовал. Ну, извини, я сейчас тебя перебью. На что мне могут ответить? Что в русской культуре... Были богатыри. Нет, там были богатыри, но всегда рефлексирующий герой. Типа там брата и еще прочее. Понимаешь? Иногда собственную беспомощность начинают прикрывать, опять же, традициями. Хотя богатыри в русской истории были всегда. Пожалуйста, раскройте эту тему. Не обязательно это должен быть Алеша Попович. Вы сделаете богатыря современным. Ну, что попытались сделать. Но это же круто. Все хают Гарри Поттера. Я понимаю, почему насаждение и прочее, вот это такая тихая экспансия. Но вы придумайте какую-то нашу историю с этим связанную. Пусть это будет не волшебник. Пусть это будет Алиса. По-другому ее раскрутите. Но почему это нельзя сделать? А там ведь тоже простая история. Мальчик, победивший зло. Все, точка. Ты снимаешь сейчас смыслы. Я хотел об этом сказать. Я хотел тебе сказать о том, что, а может быть, и не надо. Может быть, вот самая сильная культура, это культура, которая не говорит о том, что надо Человека-паука или Железного Мэна заменить на русского богатыря. Не надо. Самая сильная культура, которая сама в определенный момент генерирует тех героев, которые ей нужны. Абсолютно. Как появился там Бодров, да, который был внутренне содержательным человеком. А давай я задам тебе вопрос. Вот извини, что я перебиваю, но вот просто для понимания. После Бодрова кого следующего героя ты назовешь? Прошло 23 года. Слушай, ну были вспышки. Ну кто? Были вспышки. Ну кто? Были глубокие актеры. Ну я не про актеров тебе говорю. А, личность. Вот Данила Бодрова. Личность. Данила. Да, я тебе сам про это сказал. Не, вот после него какой-нибудь такой герой появился. Все. Все. И ты сейчас просто продлил цепочку. Я тебе говорю, Высоцкий, Акуджава, Цой, Бодров, Багров. Просто я хочу вернуться к чему? К тому, что может быть вот суть культуры, суть цивилизации, суть русского мира вообще не надо искать замену Человеку-пауку или там еще какому-то персонажу. А я не говорю про замену. Я говорю, что мы должны тоже, мы должны также. Да. Тихая экспансия. Идти в своем пути. Как ты говоришь, это тихая экспансия. Вспомни, появился ночной дозор, дневной дозор. Стругацкий, помнишь? Обитаемый, необитаемый остров. Тоже была достаточно глубокая история. Это все, понимаешь, в этом нету какой-то, мне кажется, определенной последовательности. Мы должны вот это потихоньку, потихоньку, мы должны снимать хорошо. Это должен быть хороший сценарий, это должны быть хорошие актеры. Видел фильм «Лето»? Нет, еще не посмотрел. Посмотри, как там сыграли Цоя. А, это про когда они его хоронили? Нет, нет. Когда хоронили, я, конечно, я не буду здесь свои навязывать. Когда хоронили, это совсем другая история. Это то, что учитель снял. А «Лето» – это где Цой в начале своей карьеры. Там Рома Зверь играет человека, который его заметил. И там есть линия женщины, очень интересно раскрытая. Ну и вообще фильм сделан так, глубинно, качественно. И я подумал о том, что все-таки такое кино, оно интереснее, чем «Айронмены» и т.д. и т.п. В этой ситуации путь один. Осознать свою целостность, да? Осознать, что мы… Важность. Мы смесья историческая. Нас где-то ломало, да? Нас что-то коррежило. Ну, наоборот, мы с перебитыми руками, перебитыми ногами и с где-то подправленной челюстью в Афганистане. Или в нашем историческом пути такого много было. Чеченское номер один, Чеченское номер два. Но мы смесье, мы горды за себя, мы сильны. Мы никого не топчем, но и себя отоптать не дадим. И, наверное, какой-то маленький разговор сегодня, ну вот, у меня не было ответа на эти вопросы. Ты ехал сюда, и я понимал, что есть моменты, в которых я не разобрался. А сейчас разобрался. Какое-то количество людей, думающих нас с тобой услышат, и у них станут пазлы. Отлично. Кто-то с течением времени снимет что-то интересное. Отлично. Наверное, замещение или целостность культуры, она и в нашем с тобой сегодняшнем разговоре. И в том, что ты рассказал. И ты знаешь, я чувствую, что я с тобой в одном культурном коде. И я горжусь нами, русскими, что ты еще это не произнес. А у меня уже в голове понимание то, что ты хочешь сказать. Поэтому итог. Президент прав в своей позиции. Форточки, двери и жизнеспособность русской культуры, российской культуры, она стала многогранной, наполнилась многими смыслами за время, когда мы прирастали другими культурными составляющими. И ее не уничтожить, она есть, будет, пока будет жить государство. А государство наше жить будет, ну, для этого и есть такое какое-то ощущение тысячелетней Руси. При этом я не хочу здесь показаться, вот ты говорил про патриотов, турбо-патриотов. Первый вывод. Второй вывод. Мы все наполняем смысл нашей реальности, из которой убрали пестициды в виде вот культурных экспансий, инъекций Запада. Мы сейчас наполняем смыслами сами нашу новую жизнь. И может быть действительно, вот сейчас я ловлю твою мысль, может быть действительно мы пришли в момент, когда нас избавили от какого-то мусора и белого шума. Где-то даже это больно, там, не знаю, Смоленинов, в которого я верил, который так себя показал, там, с герой девятой роты и к чему он нес в последнее время. Но, наверное, это хорошо. Очистили от мусора, убрали белый шум. И где-то мы создаем сами тогда смысл. Мы гордимся, что мы русские. Это однозначно. Второе. Должна быть дискуссия. Третье. Мы не должны уподобляться нашим партнерам или бывшим партнерам из недружественных стран. Просто вот ты сказал про Смоленинова. Мне кажется, мы не должны вешать ярлыки. Объясню почему. У людей могут быть разные позиции. Кто-то в это может искренне верить, кто-то может ошибаться, кто-то, может быть, вкладывал один смысл, вывернули по-другому. Я просто считаю, что вот сейчас не то время, когда нам нужно воевать друг с другом. Это правда. Потому что это ведь тоже одна из задач медиа войны, про которую ты лучше всего знаешь, настраивать внутри друг против друга. Кто патриот, кто либерал. Это, мне кажется, сейчас абсолютно не важно. Понимаешь, мы должны русскую культуру двигать. Вот в этом, мне кажется, главная наша сейчас задача. Но при этом, когда мы продвигаем, двигаем, защищаем русскую культуру, мы должны открыто, честно дискутировать и слушать всех. Не делать, как вот ты приводил пример, как в Финляндии. Если ты усомнился в чем-то, у тебя забирают паспорт, выкидывают и говорят, нет, ты не с нами. Может быть, этот человек в дискуссии раскроет, это к чему-то поможет, к чему-то приведет. Человека сбережения. Вот главная наша задача. Я понял, про какой кнопок. Вот что главное. Нам главное людей сберечь. Толковых, умных, молодых, женщин, мужчин. Пусть они с нами сейчас не по пути. Но Солженицына тоже была не по пути. Одно время. А потом он вернулся. А потом он вернулся. Понимаешь, разные случаи бывают. Есть люди, которые предали страну. Есть, которые в стране, но предают ее. Такое тоже бывает. Но наша задача все-таки, чтобы наша страна оставалась великой, культурной, умной. Чтобы мы развивались. Чтобы мы, извини за это слово, множились. Чтобы мы сохранили свою страну, свою самость. Чтобы мы сохранили русский мир. Это сложно. Это болезненно. Но история всех рассудит. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что... Если какое-то количество людей дослушивает нас с тобой до конца, я думаю, что мы с тобой не ушли. Их быть не очень много. Если итогом нашего сегодняшнего разговора, а мы понимаем, что действительно после Бодрова-то больше никого не было. При всем голоде интеллектуальный. То есть здесь Бодров не то, что как Бодрова, он просто как личность, которая несла смыслы. Хорошо. Нет крупнокалиберных артиллерий, да, внесущих смысл сверхличностей. Есть... Есть музей. Есть музей. В который нужно приходить и находить эти смыслы. Есть люди, которые вот в этот микрофон говорят смыслы. И пускай это не гаубичный снаряд, но это пуля, которая кому-то тоже может попасть в голову в хорошем смысле. Вот это все... Проблема, извини, я перебью, не могу не сказать. Давай. На самом деле для нашей страны и для наших людей не хватает просто правды. Потому что на самом деле то, о чем с тобой мы говорим, это не высокоинтеллектуальный разговор. Это обычный разговор. О смыслах нет правды, да. Я не раскрываю чего-то сверхнового. Я обычный человек. Ну, я не философ, я не Петровский, у которого там, как ты говоришь, в небе. Нет. Просто людям, к сожалению, не отвечают на их простые вопросы. Понимаешь, вот в чем вся проблема. Люди хотят слышать правду. Горькую, банальную, извини меня, с грязью, со слезами. Но ее не говорят. И поэтому эта почва для наших врагов на этом строить мифы, строить ложную реальность, ложные смыслы. Вот в чем вся проблема. С людьми не хотят разговаривать. И вот эта сущность темная, да, она что делает? Она разобщает. Конечно. Я о чем ей говорю. И мы теряем свою идентификацию, мы теряем свою общность, мы начинаем сомневаться в себе. И вывод-то какой? Мы цельные. Абсолютно. У нас есть свой путь. Абсолютно. И президент об этом говорит. У нас есть своя миссия. Мы где-то, может быть, медленнее. Мы где-то шаблонируем богатырей, там, железных человеков превращаем в богатырей. И, ну, здесь надо говорить правду. Может, и не надо так делать? Человек, стоящий с камерой и снимающий нас, я говорю себе, это человек моей культуры. Это человек, с которым в сложных каких-то обстоятельствах, а они могут развернуться как угодно, мы можем оказаться в окопе. Или мы с тобой можем оказаться где-то в окопе. И вот это ощущение, когда садишься в такси, и ты садишься не к человеку чужому, да, а ты садишься к человеку, который, неважно там, что у него написано в паспорте, который живет с тобой в одной стране, который живет с тобой в одной культурной среде, и который может с тобой оказаться действительно в одном окопе. Если, ну, жизнь будет складываться сложно. И вот это единение, про которое ты сказал, если убрать, дать больше правды, убрать неправду, насколько это можно? Мы не живем не в идеальном мире. Ну, конечно. Тогда и приходит вот это ощущение, что мы – это мы. А цель культуры – это самоидентификация не только личности, но и тех, кто с ним в этом культурном ходе находится. Поэтому я после разговора с тобой абсолютно тебе заявляю. Я верю в свою родину, я верю в свой народ, я верю в тебя, я верю в него. Я верю в то, что мы преодолеем этот сложный период. У нас появятся высоцкие яйцои, пускай это будет не сразу, и все у нас будет правильно. Так, как должно быть, потому что наша историческая миссия, она не менее уникальна, чем китайская. Абсолютно. На этом и завершим? Спасибо тебе большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.